С утра обычный выходной в столице, в своих воскресных хлопотах страна, а в этот час на западной границе уже идёт жестокая война. Напав нежданно, ночью по-пиратски, всё сокрушая на своём пути, враг хочет навязать режим свой рабский и побыстрее до Москвы дойти. Несёт страдания, горе, вражья стая, уже бомбятся сёла, города. Страна ж пока живёт ещё не зная, какая страшная пришла беда. До радиоузла недальняя дорога, в машине едет в студию нарком. Глаза серьёзные, на душе тревога, рой мыслей тягостных, а в горле кон. Он видит молодёжи круг весёлый. У школьников был вечер выпускной. И им, вчера простившимся со школы, придётся завтра встретиться с войной. А дальше свадьба, пляска, смех и песни. Невеста в белом, счастьем вся полна. Наркому стало душно, сердцу тесно. Над счастьем, тучей уж стоит война. Он знает, что покоя ощущения исчезнет вскоре вмиг по всей стране. Ведь он прочтёт к народу обращение, заявит о начавшейся войне. И в студии вдруг изменились лица, когда он сообщение произнёс. И будто потемнела вся столица. Что дальше? Мочит каждого вопрос. Уже не та Москва при возвращении. Не слышно песен, смех уж не звучит. Людей врасплох застало сообщение. Кто плачет, кто растерянно молчит. Был этот день началом страшной драмы. Со скорбью вспоминают все о нём. Июньский светлый день. Он длинный самый. В истории страны стал чёрным днём.